Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости Орфеатснеф» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Достижение 2019 года. Руководство Орфеатснеф провело итоговую пресс-конференцию. Победитель спартакиада Орфеатснеф и лучший спортсмен ядерного центра. Отдел физкультуры и спорта подвел итоги уходящего года. Единственный в атомной отрасли. В музее ядерного оружия прошла торжественная церемония открытия уникального экспоната. Вагона академика Юлия Борисовича Харитона. Полвека с музыкой. Оркестру имени Василия Маркова 50. На 100% выполнен гособоронзаказ и все обязательства перед партнерами и заказчиками. Достигнуты высокие результаты в реализации научных проектов. Директор Орфеатснеф Валентин Костяков провел традиционную итоговую пресс-конференцию и рассказал журналистам о главных достижениях уходящего года, а также поделился планами на будущее. Обеспечение национальной безопасности страны остается главной задачей Российского федерального ядерного центра. Созданный научно-технический задел позволяет развивать перспективные направления деятельности и выводить на рынок новые продукты. Большое внимание уделяется сохранению и развитию кадрового и научного потенциала. 2019 год стал для предприятия годом новых достижений в различных областях науки и технологий. Мы имеем достаточно серьезные результаты премии правительства, 16 сотрудников, в том числе и 4 молодых сотрудника. Это вопросы, связанные с этапами сооружения лазерной установки, завершенные работы по созданию уникального рентгенского телескопа. Завершился важный этап сооружения новой уникальной лазерной установки. Созданный совместно с Институтом космических исследований РАН телескоп успешно выведен на орбиту в составе российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» и приступил к построению карты звездного неба. Выведен на рынок новый модуль отечественного программного комплекса для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования «Логос Тепло». На базе Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова началась отработка медицинских методик применения аппарата для терапии оксидом азота «Тианокс». Разработки РФИА ЦУНЕФ в области цифровых и информационных технологий получили награды на престижных международных выставках. Сегодня мы имеем достаточно серьезные направления, связанные с нашими продукциями гражданского назначения. Это и вопросы медицинного моделирования, АСУТП для АЭС, медицинское оборудование, международное сотрудничество. Все это является такой составной частью, которая дает возможность заниматься диверсификацией на уровне существующей структуры внутри институтов, КБ, заводов. И это чрезвычайно важно. Предприятие продолжает динамично развивать научно-техническую, экспериментальную и испытательную базу и использует ее в гражданских направлениях деятельности. По словам Валентины Костюкова, одна из главных целей РФИА ЦУНЕФ на будущий год – создание новых продуктов для развития отечественной промышленности. Для этого градообразующему предприятию необходимо привлекать новых специалистов. Сегодня вырабатывается новый такой подход, когда наряду с распределенной системой работ в области контрагентских работ возникает еще необходимость привлечения, интегрирования специалистов из различных отраслей промышленности в рамках выделенных структурных подразделений вне территории Сарова. Это вот новая распределенная система, и первые такие шаги делаются на базе Нижегородского университета. Вот первых 30 человек нового математического отделения, численность которого дана возможность такой нам создать порядка 200 человек. 200 человек она будет на базе Нижнего Новгорода, Казани и Москвы. Это чисто гражданские направления, и это одна из особенностей нашего будущего развития. Когда в области фундаментальной прикладной науки мы должны будем привлекать соисполнителей, но при этом базовый продукт, его ответственность, его дальнейшее развитие, поддержание, его идеология, конечно, оно будет здесь, в Сарове. Еще одним значимым достижением уходящего года в сфере научной деятельности стало заключение рамочного соглашения РФЦНЕФ с сибирским отделением Российской Академии Наук. Это рамочное соглашение о направлениях научно-технического сотрудничества, и мы считаем, что это очень важный документ, документ, который направлен на дальнейшее расширение взаимодействия с Академией Наук и привлечение ученых, ученых сибирского, в данном случае отделения наук, тем направлениям работ, которые у нас сегодня интенсивно развиваются. Это и создание научно-обоснованных методов разработки перспективных образцов вооружений, создание высокоэффективных методов наукоемкой продукции, в том числе и на основании развития отечественного программного обеспечения. Это и вопросы, которые связаны с методами имитационного моделирования, развитие моделирования ядерных установок. Надо сказать, что сегодня Сибирское отделение наук, в частности Институт ядерной физики Сибирского отделения наук, является лидером по созданию установок радиографических установок, ускорителей различного типа. И мы сегодня очень заинтересованы в сотрудничестве с этим институтом, поскольку и у нас планируется создание нового поколения, нового класса радиографических установок. Высокий научно-технический потенциал, широта и разнообразие задач решаемых коллективом РФЦНЕФ во многом определены талантом и энергией выдающихся ученых, которые стояли у истоков института. Созданные ими научные школы получили дальнейшее развитие. И сейчас они по-прежнему активно поддерживаются руководством и позволяют новому поколению ученых приобретать знания в различных областях науки и технологий. Школы охватывают практически все направления деятельности ядерного центра, как научно-исследовательские, экспериментальные, конструкторские, технологические. И вы видите вот список этих школ, которые сегодня у нас присутствуют в нашей деятельности. Все эти школы возглавляют авторитетные ученые, которые уже долгие годы работают в этих направлениях и получили соответствующие и научные результаты, и признания, и являются авторитетными специалистами. В 2019 году Федеральным центром ВНЕФ выполнены все обязательства в сфере социальной политики. Предприятие по-прежнему обеспечивает высокий уровень социальной поддержки своих сотрудников и ветеранов. При поддержке ядерного центра в Сарове открыт пенсионный центр Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка России. Расширим перечень социальных льгот для многодетных семей. Особенностями является то, что в 2019 году и далее мы будем интегрировать и реализовывать помощь многодетным работникам. Значит, помощь для компенсации для этой категории людей школьных завтраков для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Обсудили результаты меморандума о сотрудничестве ядерного центра и зато Саров. По мнению директора РФЦНИФ, все пункты соглашения выполнены, и следующий меморандум должен стать более амбициозным. Необходимо в полной мере использовать потенциал зато Саров и ядерного центра, чтобы сделать наш город еще более комфортным для проживания. Что в будущем? Конечно, стратегия развития сотрудничества будут в меморандуме 3.0. Он направлен и имеет свою глобальность и амбициозность, он имеет новые реалии и вызовы, он имеет и подразумевает достойный уровень жизни. И главная задача – развитие среды и обитания, территории и инфраструктуры. Вот каждый из этих направлений имеет свою точку, имеет свое видение, свое видение. И, конечно, мы должны понимать, что мы исходим из следующих возможностей, что наша миссия защитника Отечества в виде поддержания ядерного щита остается для нас принципиальной. Наша миссия с точки зрения создания оружия на новых физических принципах, дополняющих ядерный щит, остается основной. Наше видение участия в гражданских направлениях деятельности на базе развития фундаментальной науки и прикладных исследований является основными. Но и при этом мы видим, что все те задачи, которые мы ставим, они говорят о том, что должны быть созданы условия для развития территории, для ее реализации достойного уровня жизни. Не оставил без внимания Валентин Костюков и самый обсуждаемый за последний год темы. Одна из таких – открытие аэропорта и появление гражданских рейсов Саров-Москва. Мы с точки зрения транспортной доступности сдаем первую половину 2020 года аэродром, где будут восстановлены специальные рейсы для реализации наших направлений деятельности и улучшения авиационного сообщения, прежде всего с Москвой. В рамках технопарка мы будем строить транспортный хаб, который будет реализовывать вот эти авиационные, железнодорожные, автомобильные перевозки и в том числе и обеспечивать структуру технопарка. И на базе этого будем работать под авиационной составляющей. Но жители города, я думаю, с середины следующего года будут иметь возможность полетов в Москву на самолете. Большое внимание уделили вопросу о кластере Арзамаз Девьева-Саров. По мнению директора, это хороший способ привлечения инвестиций в развитие города. Но работать в этом направлении надо очень аккуратно и учитывая мнение жителей города. Безусловно, что при реализации этой городской инфраструктуры мы, так сказать, понимаем дальнейшие изменения города. Я думаю, что вот наше руководство города, глава города, глава администрации, также поддерживает эту точку зрения, что ключевым элементом здесь должно быть бережное отношение к существующей действительности и понимание, значит, комфортности реализуемых решений, прежде всего, для жителей города. Несмотря на все успехи, 2019 год стал трагичным для Федерального ядерного центра в НЕФ и всех жителей города. В августе, во время выполнения ответственных работ под Северодвинском, произошла нештатная ситуация, в результате которой погибли пять сотрудников РФИАЦ в НЕФ. 2019 год, надо отметить, что он для нас имел очень серьезные такие трагические последствия. Прежде всего, это связанность, что вот наши товарищи, испытатели погибли при выполнении достаточно сложных работ, которые связаны с тематическим развитием института. Я еще раз хотел бы отметить, что вот испытание является важнейшим этапом в создании новых видов вооружения. И, безусловно, что фактически это постоянная, так сказать, работа в пределах риска. Значит, испытание – это ровно то, что теоретически обосновано, оно должно быть доказано на практике. И вот риски при проведении испытаний – это одна из составляющих работы испытателей. И вот здесь написано то количество практически каждый день и каждый час в рамках нашей деятельности. Мы проводим те или иные испытания, которые относятся к различным направлениям деятельности. И вы видите, что вот почти 1300 человек участвуют ежегодно в испытаниях нашей деятельности. Это жесточайший урок для нашей сегодняшней действительности и завтрашнего нашего видения, который мы должны пережить, который мы должны создать условия для того, чтобы, прежде всего, родные и близкие погибших имели возможность чувствовать заводу коллектива. Все такие решения приняты. Ну и я надеюсь, что мы 8 августа следующего года будем открывать памятник испытателям. РФИАЦ «Внеф» завершил 2019 год, выполнив все задачи, поставленные государством и госкорпорацией «Росатом». И результаты, достигнутые по ключевым направлениям деятельности в интересах укрепления обороноспособности страны и развития высокотехнологичных отраслей промышленности, дают все основания строить перспективные планы на будущее. Итоги работы за 2019 год подвели в отделе физкультуры и спорта РФИАЦ «НЕФ». В работе конференции приняли участие 120 делегатов от подразделений института. Председатели правкома, физорги, спортсмены, ветераны спорта. По традиции, всем присутствующим рассказали о прошедших соревнованиях, достигнутых успехах и, конечно, подвели итоги спорта Киадр РФИАЦ «НЕФ» и наградили лучших спортсменов Федерального ядерного центра. Подробности далее. 2019 год в госкорпорации «Росатом» посвящен охране труда и здоровья. В течение года отдел физкультуры и спорта РФИАЦ «НЕФ» совместно с профсоюзной организацией проводили различные спортивные мероприятия. Впервые в Сарове прошел отборочный этап 20-й зимний спорта Киада работников атомной энергетики, промышленности и науки Атомиада 2019. Команда РФИАЦ «НЕФ» одержала победу практически во всех видах спорта. 23 лучших спортсмена вошли в дивизиональную сборную и в финале соревнований в Северске завоевали 2 золотые и 15 бронзовых медалей. Состоялся традиционный лыжный мемориал имени Бориса Глебовича Музрукова. Турнир по теннису на призыве от СНЕФ. В июне был организован День здоровья, в августе День физкультурника и праздник, посвященный 70-летию со дня создания РДС-1. Осенью – забег атомных городов и традиционные семейные старты. За прошедшие 12 месяцев спортсмены РФИАЦ «НЕФ» приняли участие в 258 соревнованиях различного уровня. Общее количество участников мероприятий составило 13 590 человек. В прошлом году эта цифра равнялась 9,5 тысячам. Число работников, регулярно занимающихся физкультурой и спортом в ядерном центре, практически не меняется. И на сегодняшний день она составляет 3780 человек. И, конечно же, сейчас самая основная задача увеличения числа работников ядерного центра, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ну и мы с вами продолжаем все-таки реализовывать программу комплекса «Готов к труду и обороне». Результаты, которые показали спортсмены ядерного центра в международных, всероссийских, отраслевых и региональных соревнованиях, достойны уважения. Летом сотрудники РФИАЦ «НЕФ» защищали честь нашей страны в составе команды «Атомспорт» на чемпионате мира среди трудящихся. Лариса Головина завоевала 8 золотых и 1 серебряную медаль в различных видах плавания. Баскетбольная команда, в которую вошли сотрудники градообразующего предприятия Владислав Покровский, Антон Тришин, Дмитрий Климов, Дмитрий Михайлов и главный тренер Дмитрий Покровский в упорной борьбе завоевала серебро. В работе судейской бригады баскетбольного турнира принял участие заместитель начальника отдела физкультуры и спорта РФИАЦ «НЕФ» Вадим Шевчук. Первое место занял представитель ядерного центра на чемпионате мира среди ветеранов по самбо в категории «Мастерс» на Кипре. Серебряные медали привезли спортсмены с прошедшего в Испании чемпионата подзюдо среди ветеранов. Такой же результат был достигнут в Тольятти на Кубке мира по сноукайтингу среди ветеранов. Не менее насыщенным обещает быть и 2020 год. Одним из первых пунктов это организация проведения спорта РФИАЦ «НЕФ» И что интересного, в 2020 году нас ждет организация проведения второго отборочного этапа летней атомиады работников атомной энергетики и промышленности для спортсменов-производственников ядерного центра. У нас здесь здоровьем опять сможем посмотреть, думаю, очень достойные результаты. Ну и, конечно же, финалом этих мероприятий будет являться участие в финале в Железногорске в июле. И, конечно, в этот день подвели итоги одного из главных спортивных мероприятий ядерного центра спорта РФИАЦ «НЕФ». В этом году соревнования проходили по 13 видов спорта. В борьбу за заветный кубок вступили 11 коллективов физической культуры предприятия. Проведение спорта РФИАДы и активное участие в ней наших сотрудников вносит весомый вклад в пропаганду здорового образа жизни, а также занятия физической культурой и спортом. Ну, надо сказать, что в этом году спорта РФИАДы, можно сказать, до последнего держала всех в напряжении, так как в борьбе за призовые места принимали пять коллективов. За первое и второе боролись «Буревестник» и «Союз». И буквально до последнего, можно сказать, вида спорта «Буревестник» был на лидирующих позициях. Но, можно сказать, на повороте, на последнем «Союз» все-таки обошел «Буревестник». И буквально, как видите на табличке, на четыре очка обошел коллектив физкультуры «Буревестник». Но больше всего сюрпризов принесла борьба за третье место. В гонке за бронзой приняли участие сразу три коллектива физкультуры и спорта – «Квант», «Старт» и «Вымпел». Всю «Спартакиаду» команды держались наравне. Лишь последние виды спорта развели претендентов в турнирной таблице. И впервые за несколько лет в число призеров вновь вошли спортсмены из «Старта». Спорт – это единая команда. И все присутствующие здесь, так или иначе, причастны к тому, что «Спартакиада» в «НЕФ» в этом году у нас состоялась и прошла очень успешно. Хочу поблагодарить отдел физкультуры и спорта за то, что не дают нам сидеть спокойно на месте и постоянно привлекают нас к участию в различных спортивных и спортивно-массовых мероприятиях. Отдельно хочу поблагодарить также спортсменов своего коллектива физкультуры и спорта «КФК «Старт». Хочу сказать, что ребята большие молодцы, что смогли вернуть заводу лидирующие позиции в «Спартакиаде» в «НЕФ» и вырвали в этом году почетное и достойное для нас третье место. В течение года 40 спортсменам была объявлена благодарность «Сарфиадснеев». 12 спортсменам были вручены почетные грамоты «Оно Атомспорт». Также в ходе конференции прошла торжественная церемония награждения лучших спортсменов ядерного центра в «НЕФ». Ими стали Лариса Головина – плавание, Борис Глазков – настольный теннис, Дмитрий Климов, Владислав Покровский, Дмитрий Покровский, Дмитрий Михайлов, Антон Тришин – баскетбол. И Марат Суалиманов – шахматы. 2020 год пройдет под знаком 75-летия атомной отрасли. К этой дате в наступающем году в Федеральном ядерном центре в «НЕФ» будет приурочено большое количество различных мероприятий. Первые в череде юбилейных торжеств провели уже 23 декабря. В Музее ядерного оружия прошло торжественное открытие новой уникальной экспозиции – вагона-салона академика Юлия Борисовича Харитона. Трижды герой социалистического труда Юлий Борисович Харитон – один из крупнейших отечественных физиков 20 века и ключевая фигура советского атомного проекта. Главный конструктор КБ-11 с 1946 года. На протяжении почти полувека он оставался бессменным научным руководителем института. Как ведущему специалисту в области ядерных вооружений и носителю критических знаний, ему было запрещено пользоваться авиасообщением в целях личной безопасности. Поэтому в 1951 году Юлий Харитон получил в свое распоряжение персональный вагон-салон с планировкой под штаб-квартиру. Вагон был еще до революционной постройки и прежде принадлежал начальнику Казанской железной дороги. Позднее его сменил более современный цельнометаллический вагон-салон производства Калининского вагонзавода. Именно он представлен сегодня в музее ядерного центра внеев. Чуть менее 25 лет назад вагон прибыл из своего последнего рейса. И первым, кто предложил идею сделать из этого салона музейный экспонат, был помощник Юлий Борисовича Харитона Александр Иванович Вадобшин. Но по причине значительных габаритов экспоната было очень много сомнений, обсуждений. И вот, наконец-то, в 2019 году директорам было принято решение, дано добро на то, чтобы реализовать эту идею. Нужно сказать, что на протяжении этих лет много было попыток извне пристроить вагон-салон, в том числе и курьезный. Но нам как-то удавалось деликатно уходить от этой ситуации и все-таки его сохранить. Сам по себе вагон, как объект, будет интересен на протяжении долгих лет, потому что модернизация железнодорожного транспорта сейчас идет семимильными шагами, и через несколько десятилетий просто трудно будет встретить подобные вагоны на сети железной дороги. Более 30 лет вагон служил для Юлия Борисовича вторым домом. Большую часть времени он проводил в рабочих командировках. По устному распоряжению академика вагон отправлялся в Москву, на Семипалатинский полигон, на север. Нередко в него садились сотрудники института, известные ученые Яков Зельдович, Николай Духов, Игорь Там, Андрей Сахаров и многие другие. Здесь проходили обсуждения и совещания без преувеличения исторического значения. После смерти Харитона с 1996 года вагон находился на запасном пути. Железнодорожники Рфятсвнеф бережно сохраняли его в течение 25 лет. Для нас принципиально важно все, что связано с историей КВ-11, с историей ВНИЕФа, с историей Сарова и, безусловно, все, что связано с легендарным человеком Юлием Борисовичем Харитоновым. Сегодня вот этот экспонат, который будет доступен, он, безусловно, внесет свою лепту, он покажет, что Юлий Борисович был простым человеком, несмотря на свои выдающиеся способности. Что он был доступен, что он в рамках своей жизни и своей деятельности показал, каким образом и как можно служить своему народу. Это очень важно, сохранить память и передать ее потомкам. Я думаю, спасибо всем, кто связан был с выполнением работ и восстановлением этого уникального экспоната. Впервые вагон был представлен широкой публике в 2015 году в составе экспозиции передвижного выставочно-элекционного комплекса РЖД «Поезд инноваций» и вызвал у горожан неподдельный интерес. В 2018 году по решению директора РФИАЦ ВНЕФ Валентина Костюкова начались работы по реализации проекта реставрации и музеификации вагона-салона. И сегодня каждый житель города может своими глазами увидеть уникальный экспонат. Начну с шутки. Когда он появился здесь и люди спрашивали, как он появился, мы сказали, по железной дороге. Там действительно была железная дорога построена, вторая, то есть дополнительный путь. И на дополнительном железнодорожном пути он у нас монтировался вагон, перегружался, ставился, красился и после этого уже появился в этом месте. Из-за значительных габаритов экспоната реализовать такой масштабный проект в столь сжатые сроки было непросто. В работе было задействовано более десятка единиц различной техники от автобусов для работников до трейлеров длиной 28 метров и автомобильных кранов. Был разработан детальный план детальный план отделом главного механика, главным механиком Иваном Сергеевичем Саевичем, где были предусмотрены все этапы работ и от перемещения вагона по железной дороге, после этого перемещения его снятия железнодорожного полотна большими кранами 250 тонн грузоподъемность, автомобильные краны. Очень сложная работа была. Мы этот вагон перевозили, когда все было уже подготовлено, с 8 утра. Это было в июле месяце, в начале. И в 9 вечера этого дня мы закончили. То есть более 12 часов длилась эта операция. Следующий этап покраска вагона. И тут не обошлось без сложностей. В это время пошли дожди. Дожди, ужасные дожди. И все стояло на грани срыва. Но мы придумали, сделали такую конструкцию легкую. Весь вагон закрыли полиэтиленовой пленкой. Как бы создали дополнительное сооружение, навес. и вот это нам помогло. Значит, не было каких-то дождевых осадков, не было пыли, не было ветра. И мы сумели покрасить и довести его, так сказать, до кондиции. Сейчас вагон-салон стоит в специально построенном павильоне. Подобный проект реализовывали впервые. Этот проект не состоялся бы, если бы не было бы политической воли и решительности директора и настойчивости главного инженера. Что находится внутри? Внутренняя планировка выполнена по специальному проекту, предусматривающему использование вагона-салона как жилое помещение и рабочий кабинет. Личное купе академика, купе для сопровождающих, отделение для проводников, дровяная кухня, зал для освещаний. В вагоне все воссоздано так, как было при академике. Здесь даже можно увидеть персидский ковер 1902 года, который был в самом первом персональном вагоне до революционной постройки. Специалисты музея ядерного оружия сделали вагон по-настоящему уютным и при этом сохранили исторический вид интерьеров. Вы знаете, я его видел зимой, в феврале месяце, когда только была поставлена задача. Но мы туда зашли, был, конечно, неприглядный вид, было холодно и были большие сомнения, что с этого что-то получится хорошее. И вот сегодня, когда я зашел в этот вагон, в нем тепло, в нем уютно, поэтому это уже солидно. Мемориальный вагон-салон Юлия Борисовича Харитона первый и единственный в госкорпорации Росатом. И, как подчеркнул директор Федсвнеев Валентин Костюков, быть может, этот опыт будет способствовать работе по сохранению и восстановлению персональных вагонов других выдающихся людей, которые внесли значительный вклад в обеспечение безопасности нашего государства. Увидеть вагон собственными глазами саровчан приглашают в новогодние праздники. Музей ядерного оружия работает 3, 4, 5 и 6 января с 10 до 15 часов. Полвека с музыкой. В Центре культуры и досуга внеф прошел юбилейный творческий вечер эстрадан-джазового оркестра имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Василия Маркова. За 50 лет коллектив оркестра приобрел немало поклонников и друзей, поэтому праздничный концерт прошел в теплой и уютной обстановке. Гости услышали порядка 30 произведений Взмах дирижерской палочки и обычные такие разные люди, каждый со своим настроением и мыслями, превращаются в единый музыкальный организм. За 50 лет жизни и существования оркестра в нем сыграли более 120 музыкантов. Александр Трубин единственный, кто остался в коллективе с самого первого набора. Музыкант с теплотой вспоминает день, когда все начиналось, когда в нем проснулась любовь к музыке. Любовь эта зародилась еще в 69-м году. Я вступил в комсомол и пришел к нам Василий Леонидович Марков в школу номер 3, тогда еще школа была, это сейчас лицей. Собрал команду, человек 20 нас, наверное, пригласил, рассказал о музыке, пригласил нас. Мы с приогромным удовольствием пришли сюда, во дворец культуры, по тем временам просто был дворец культуры имени Ленина. Все, и начали потихоньку заниматься азы, однотная грамота. За активное участие в пропаганде эстрадно-духовой советской музыки коллектив был награжден дипломом Союза композиторов и дважды дипломом военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР. А в 1983 году за высокий профессиональный уровень и активную концертную деятельность получил звание народного самодеятельного коллектива. А его руководитель Василий Марков стал заслуженным работником культуры Российской Федерации. Я считаю, Я считаю, что это величайший, вот без преувеличения в масштабах нашего города великий музыкант, аранжировщик нашего замечательного города. Хочу подчеркнуть, да, аранжировщик наш духовой отец. Репертуар оркестра обширный. Это и джазовые обработки, эстрадные аранжировки и классические произведения. К юбилейному концерту коллектив готовился с особой тщательностью. Понятно, что мы не профессиональные музыканты, у нас профессия другая, мы заняты в течение дня на работе. Ну, лично я инженер-исследователь, и подготовка к концерту, она занимает практически все оставшееся время. Коллектив оркестра очень любят работники института от директора до ветеранов и с огромным удовольствием ходят на концерты. В юбилейный вечер в актом зале Центра культуры и досугу в НИЭФ не было ни одного свободного места. Мы в восторге, вы знаете, просто в восторге. Я считаю, что нам надо почаще устраивать такие вот вечера. Все понравилось. Очень высокий уровень, сохраняется. Вот, несмотря на уход руководителя, в общем-то, молодцы ребята, все-таки поддерживают форму. Сол на трубе просто шикарный. Великолепно. Я сравниваю с прошлым годом, когда был подобный. В этот раз они более активные, не такие растерянные тогда. Тогда и очень чисто, четко играли. Этот оркестр начинал в моей школе, в третьей. И ребята, это мои одноклассники, они там играли, пели, а мы пели. Есть фотографии. И, конечно, я в восхищении, рада за них, что, ну, благодаря руководителю он держится, развивается и продолжает. Потому что я вообще обожаю джаз. Я его танцевала. Поэтому рада, что попала сюда. И, конечно, это класс. Концерт длился более трех часов и после каждого выступления зал щедро аплодировал оркестру. Коллектив подарил своим гостям настоящее путешествие в прошлое. Большинство композиций это музыка, под которую прошли юность и целые десятилетия жизни многих присутствующих. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канал 16 по четвергам в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok